Осенью мой муж ушел от меня, сказал, что несчастлив и жить так дальше не может. У него была какая-то дама в другом городе. Насколько там все было серьезно, не знаю. Сначала сказал, что просто уходит, потом признался, что к ней. Меня не любит и что я ему такая не нужна. Я ходила на 12-шаговую программу и, мне кажется, жила в состоянии жертвы. Потом общались с ним, начались наши качели. Я прощаю и возвращаюсь. Я прощаю и возвращаюсь. Я изменюсь, как раньше, больше не будет и так далее. Начали немного общаться. Он отступник, мы не венчались, жили до брака. Я тогда не сильно воцерплена была. В то время, как все это началось, я молилась. Потом он пришел в церковь, вышел на покаяние. После покаяния все-таки сказал, что нужно разводиться. Мы решили пойти к семейному психологу. Она нам сказала, что потерян навык общения. И так как мы оба не имеем представления, что такое семья, все вот это началось. Я начала терапию. И он, здесь так девушка написала, я так понимаю, что он психологу сказал, что его это не устраивает. И вот с октября мы уже не вместе и не отдельно. Он сказал, что у него был божий страх, поэтому он не разводился. Два раза съездили еще до короны в другие города, вместе отдыхали. Ничего не изменилось. Я не была лучшей женой. Он влюбился в какую-то чувственную особу. Сейчас он не с ней, я уверена. Когда мы вместе, мы оба напряжены. Я стараюсь быть интересной, слушать, что он говорит. Мне кажется, я все сделала. И вот финалочка всего того, что я написала. Развод и после. Он говорит, что понял, что потерял. В браке мы были недолго, детей нет. Не хочу снова в эти нездоровые отношения. Слушала миллион эфиров. Прорасти корнями в его жизнь мне не удалось. Все-таки не понимаю до конца, нужно ли бороться за эту семью. Или таки слать предателя подальше. Ну, сейчас у них очень хороший момент. Вот. Что значит простить? Простить это же такое внутреннее состояние человека. Да, я тебя простила. Я не имею к тебе зла. Я каждое утро не встаю, зорю и не проклинаю тебя. И не прошу Господа выслать моровую язву на тебя. Я исцеляюсь. Во-первых, женщине нужен процесс. Процесс. Восстановиться. Как женщине. Что это значит на практике? А это вернуть себя себе. Потому что женское начало так устроено, мы растворяемся. В мужчине, в деятях, в ком-то. Мы отдаем себя. Мы не просто участвуем в жизнях людей. Мы себя дарим. Отдаем. И сейчас прекрасный момент, когда не надо об этом думать. Когда надо себя закрыть. Если она говорит, что я не была такой воцерквленной. Если сейчас эта девушка воцерквленная, сейчас самое прекрасное время изолироваться. Изолироваться вообще от всякого вмешательства мужчины в ее жизнь. Неважно этого, другого, неважно какого. Ей надо вообще осознать, кто она, для чего она рождена на эту землю. Что она любит, от чего она улыбается, от чего грустит. Что ее ранит, а что ее веселит. Это очень важный, казалось бы, обычный вопрос. Но очень важный. Потому что именно из этих ответов на эти вопросы состоит вся жизнь. И потом уже, на основании ответов на эти вопросы, женщина начинает осознавать, а чего она хочет. А как она хочет построить взаимоотношения. А какие они должны быть, эти взаимоотношения. Если женщина опять абстрактно думает, из эмоций. Ну вот когда я почувствую. Нет, надо конкретно, что ты хочешь. Потому что этому мужчине или другому мужчине, неважно какой мужчина, придет в ее жизнь. Эти ли отношения она будет сохранять, или там новые строить. Ей надо понять, как я хочу их строить. Это конкретно, что надо в мой адрес делать. Какие слова мне говорить. Какие поступки в мой адрес я могу терпеть, а какие я не приемлю больше. Это очень важно. Потому что когда мужчина возвращается, прежний особенно, возвращается к старой женщине, алгоритмы поступков, слов не меняются. Как правильно психолог сказала, потерян навык общения. А я бы сказала так, навыка общения вообще нет. У них не было представления, что такое семья. У нас вообще, к сожалению, у славянских людей вообще нет навыка общения. У нас как в детстве? Не ори, не истерей, заткнись. Тебя не спрашивают. И мы не умеем говорить о своих чувствах. Мы не умеем говорить о своих желаниях. Нам стыдно говорить о своих желаниях. Я даже больше скажу. У нас уважается человек, который молчит о своих желаниях и обслуживает чужие. Это вопрос времени. Я молчу, обслуживаю чужие, а потом во мне просыпается змей семиголовый, который сжирает все на своем пути и сжигает. Потому что у меня столько боли, я столько отдала, а мне обраточке-то не пришло. А так не должно быть. Бог призывает нас к взаимной любви в паре. Это к безусловной любви к людям. Недавно у нас Света Сорокина проповедовала такую проповедь. Казалось бы, это все мы знаем, но вот как вновь обновились знания. Нет ничего нового под солнцем. Но вот все новое, хорошо забытое, старое. Любовь. Что такое любовь? У нас у русских любовь. Я люблю воду. Я люблю айфон. Я люблю мужа. Я люблю детей. Я люблю торт. Все одно слово, люблю. Завтра я торт не люблю. Наелась. На диете. Айфон уже скоро новый вышел. Надо будет менять. Ну да. Вода, если она долго стоит, тоже я не хочу ее пить. Новая. Ну, с людьми-то так нельзя. С детьми так нельзя. И у любви есть разные понятия. И вот есть понятие, да, любовь Божья. Божественная любовь. Это вообще, это отдельная история. Это любовь. Долго терпит, милотерствует, не ищет своего, не завидует. Это, это как Бог нас любит. Это высшая степень проявления чувств. Причем, когда ты читаешь 1 Коринфянам 13 главу, там вообще о чувствах речь не идет. Там жертва. Если говорить о любви в паре, там же и сексуальная любовь, да, и эмоциональная любовь. И, конечно же, это высший пилотаж, если там еще присутствует божественная любовь. Но начинается-то все, если мы соглашаемся войти в завет. Завет — это всегда обоюдные. Это мы заходим в завет. То есть я исполняю часть своего завета, он исполняет часть своего завета. Кто нам, женщина, внушил, что мы все должны, а нам ничего взамен не должны давать? Недавно мне один мужчина пишет, говорит, Женя, вы часто говорите, женщина не должна быть бесплатной. То есть никому ничего не давай просто так. А как же там о жертвенной любви? Да, я учусь быть жертвенным человеком. Я учусь выражать божественную любовь в адрес людей, с которыми не сплю, не живу в одной квартире и не рожаю от них детей. Понимаете? Когда я вступаю в завет с человеком, это обоюдно. Это взаимно. Это когда я люблю и любят меня. Это когда... Но проблема в том, что если я не знаю, как меня надо любить, и человек не виноват в этом. Вот здесь вот прекрасная возможность сейчас не думать о том, сохранять, не сохранять. Что мы зациклились на этом? Ой, а что, развестись, ой, разъехаться, а как же, а что? Подожди, надо уметь находиться в одиночестве, чтобы понять. Не в одиночестве, чтобы умереть, это в одиночестве. С ума сойти. А в одиночестве познакомиться с самим собой, это очень важный момент. И я считаю, что церковь и вот эта близость с Богом, она помогает как раз-таки понять себя настоящего. А что я хочу? А как я хочу завтра просыпаться? А как я хочу завтра жить? А ради чего я хочу жить? А ради чего я готова тратить себя? А ради чего больше не готова тратить себя? И эти ответы мы можем получить только вот в этой метаморфозе, где происходит перерождение, как гусеница заходит в кокон, да, она там не в паре сидит с больной какой-то гусеницей. И потом они вместе летят. Она в одиночество уходит и перерождается там. И перерождается уже в новое творение. Поэтому я бы девушке сейчас рекомендовала вот этот вопрос оставить на потом. Лучше всего определите для себя время. Возьмите год для Иисуса. Уйдите в одиночество. И что такое год для Иисуса? Это не когда вы опять забыли про себя, ушли, трудились там где-то для Иисуса и забыли вообще, кто вы, что вы. И потом опять такая больная, голодная, для голодного все горько и сладко, побежали в новые чувства и там обломались. И потом, господи, я не поняла, а как это, а где это я, а что это со мной случилось? Нет, это когда вы уходите и вы выстраиваете взаимоотношения с собой, с Богом, вы находите себя. И из этой позиции вы приобретете фундамент, тогда сможете пойти смело по земле дальше. И там уже у вас придут правильные ответы, с кем идти дальше. Субтитры сделал DimaTorzok